Меня зовут Игорь Северюгин, здравствуйте. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова прибыла в российскую колонию, где находится Олег Сенцов. Уже больше месяца режиссер держит там голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных. Но начальник тюрьмы Денисовой во встрече с Сенцовым отказал. Дозустрилась с начальником колонии. Я встретилась с начальником колонии и с руководителем управления исполнения наказания Ямала-Ненецкого автономного округа. Он сообщил мне, что я не могу ни при каких обстоятельствах встретиться с Олегом Сенцовым. Почему мне было отказано, мне так и не объяснили. Когда я задала вопрос, каково сейчас состояние здоровья Олега Сенцова, мне отказались предоставлять какую-либо информацию и потребовали покинуть территорию колонии. Я позвонила уполномоченной по правам человека в России и жду от нее объяснений. Ну а тем временем уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ее украинская коллега находится в России в нарушении их договоренностей. И ответ, который получила Денисова, был, цитата, «ожидаемо отрицательный». Власти России считают Сенцова своим гражданином после аннексии Крыма, но сам режиссер называет себя украинцем и настаивает, что российский паспорт ему насильно навязали. Напомню, российский суд переговорил Сенцова к 20 годам колонии по обвинению в подготовке теракта. Сам украинский режиссер вину отрицает. Правозащитники считают его дело сфабрикованным и политически мотивированным. Сегодня 38 государств, включая США, Францию и Великобританию, обратились к генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу с призывом обсудить с Владимиром Путиным судьбу Олега Сенцова и других украинских политзаключенных. Переговоры генерального секретаря ООН с президентом России запланированы на 20 июня. Американский штат Иллинойс объявил 2018 год годом памяти жертв Голодомора. Об этом заявило посольство Украины в США. В документе, подписанном губернатором штата, говорится, что голод 1932-1933 годов был в Украине создан сталинским режимом искусственно. Ранее сообщалось, что в палате представителей Конгресса США представлен проект резолюции, в которой Голодомор признается геноцидом украинского народа. Кроме того, резолюция осуждает систематическое нарушение прав человека, совершенное советской властью, в том числе право на самоопределение и свободу слова. По данным посольства, на сегодняшний день Голодомор признан геноцидом в 11 американских штатах. Верховный суд Карелии отменил оправдательный переговор историку Юрию Дмитриеву. Уголовное дело в отношении главы карельского отделения правозащитной организации «Мемориал» направили на новое рассмотрение. По словам адвоката, одной из причин отмены приговора стали заявления приемной дочери Дмитриева. Она якобы во время психиатрической экспертизы сказала, что расстроена и опозорена. Адвокат-историк утверждает, что такие заявления сделаны под давлением. Главу карельского мемориала обвинили в развратных действиях в отношении несовершеннолетней приемной дочери и изготовления детской порнографии. Дмитриев утверждает, что делал фото для контроля здоровья из-за худобы. В апреле этого года суд оправдал Дмитриеву и назначил ему условное наказание по статье о незаконном хранении оружия. Прокуратура обжаловала этот приговор. Жалобу подала и родная бабушка его приемной дочери. В Аргентине депутаты одобрили законопроект, легализующий аборты. Тысячи человек приветствовали это решение на улицах Буэнос-Айреса. Законопроект теперь должен одобрить Сенат и президент. Депутаты провели исторические дебаты, поистине демократические. Мы урегулировали разногласия, проявляя уважение, терпимость, слушая друг друга и понимая, что путь диалога – это единственный путь для нашего будущего. Поэтому мои поздравления всем, при том, что я знаю, дискуссия продолжается в Сенате. Обсуждение законопроекта в парламенте продолжалось более 20 часов. В это время у здания Конгресса проходили два митинга за и против абортов. Если документ одобрят, то женщины смогут прерывать беременность до 14 недели. Сейчас сделать это в Аргентине можно только после изнасилования, а также из-за угрозы жизни для матери или для ребенка. В остальных случаях аборт считается преступлением, поэтому десятки тысяч женщин делают их в подпольных условиях. Прокурор штата Нью-Йорк подала иск к Дональду Трампу и его фонду. Барбара Андервуд считает, что президент США нарушил государственные законы, которые регулируют деятельность благотворительных организаций. Она утверждает, что Трамп неоднократно злоупотреблял своей некоммерческой организацией, якобы используя ее для финансирования избирательной кампании. Прокурор требует ликвидировать фонд, и если суд с ней согласится, то Трампу может грозить штраф почти в 3 миллиона долларов. Сам президент США отвергает обвинение. По его словам, это демократы пытаются засудить фонд, но уже два года не могут довести дело до конца. Напомню, в 2016 году Трамп пообещал распустить свой благотворительный фонд, чтобы избежать конфликта интересов. Но после начала расследования прокуратура запретила это делать. Российская сборная обыграла команду Саудовской Аравии в первом матче Чемпионата мира по футболу со счетом 5-0. Встреча проходила вчера на московском стадионе Лужники. До этого Россия проигрывала 7 раз подряд. Следующий матч сборная проведет в Санкт-Петербурге. Там она встретится с Египтом. На вчерашней игре присутствовали также президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед. Перед матчем прошла церемония открытия чемпионата, который пройдет в 11 городах России. Инициативная группа МГУ сообщила, что во время турнира в нескольких зданиях Московского университета прошла принудительная эвакуация. Студент сообщает, что преподаватели юридического факультета из-за эвакуации принимали экзамен на улице.